Друзья, всем привет! Приехал на авторынок по вашим просьбам. Просили продолжить снимать минивены. Как меняется цена, сколько они стоят, вообще что продается. Сейчас найду какую-нибудь стоянку, возьмем 3-4, может быть 5 автомобилей. Много брать не будем, сделаем такое. Видео минут на 15, посмотрим, посмотрим сколько они стоят. И хочу всем напомнить, рассказать. Получается, с 15 числа по 26 сентября меня не будет в городе. Вот, соответственно, поиски автомобилей я сейчас не беру. До этого времени только штучные осмотры. Ну и в этот период в городе меня не будет, соответственно, осмотров не будет. Подписывайтесь на мой инстаграм, я вам сейчас его прикреплю. Там больше автомобилей, потому что ходить снимать видео занимает, поверьте, не 5, не 10 минут. В инстаграме все как-то попроще, истории каждый день, каждый день автомобиля, поэтому подписывайтесь. Ну, кстати, не забываем подписаться на канал, обязательно прокомментировать. Нравится, не нравится, пишите, что добавить, что может быть убрать с контента, да. В общем, пишите, будем снимать, будем снимать для вас. Поехали смотреть. По всему авторунку ходить не буду. Нашел стоянку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть автобусов стоит. Давайте начнем. Toyota Voxy 2 литра, они есть гибрид 1.8, есть 2 литра, 4 ВД. Данный автомобиль, комплектация GS. Первый раз такой автомобиль видел, вижу. Именно автобус, да, GS комплектация. То есть, посмотрите, у него и морда другая, литье, по салончику он отличается. 2017 год, 1 миллион 670 тысяч. Кстати, он был у меня на проверке. Автомобиль довольно неплохой. Если не изменяет память, пробег 67 тысяч. Замена крышки багажника и торцевой планочки. Белый перламутровый цвет, согласитесь, шикарно выглядит. То есть, на таком автомобиле в потоке вы точно не останетесь незамеченными. Спойлер. Шильдики GS. Бампер сзади, измененный. Так же, как и по передней части. Тяжелая такая дверь, массивная. Мне нравится то, что здесь второй ряд кресел. Он ездит, ну, довольно неплохо отодвигается назад и вперед. Регулируем пространство для ног. Чистейший салон. Сидения прячутся, обратите внимание, да. Как бы вам так правильно объяснить. Практически вот вровень туда. На прищепках они. Здесь крепление для подголовника. Есть ниша. Очень удобно. Третий ряд раскладывается. И, несмотря на это, у нас все равно остается неплохое вместительное багажное отделение. Такой сложенный салон. Смотрите, дверные карты. Да, крышки багажника обычно такие вот. Прям все исцарапанные. Но здесь есть нюансы. И то, я так думаю, взять какой-нибудь чернитель, это все уйдет. Аккуратное отношение было японскому автомобилю. Диски фирменные. Резина, 17-й год. Размер 215-45 на 18, друзья. Бесключевой доступ. Очень удобно. Электродверь. Смотрите, даже коврики GS. Полозья вот эти вот обычно такие, знаете, зачуханные, сцарапанные. Здесь такого нет. Приятные сидения. Два капитанских кресла, как видите. Они двигаются немного, разъезжаются по бокам. Между ними есть столик. Очень удобно то, что есть подголовники. Чёрный потолок. Печка. Вторая. Не хватает, конечно, монитора здесь. Да, вот он его, родной аукционный лист. Проверка. Всё указано. 67 тысяч пробег на автомобиле. Кожаный руль. Даже кнопка, ребят, смотрите. GS красная. Две электродверьи, датчик пристолкновения, автосвет. Мне нравится. Мультируль. Очень нравится автомобиль. Ладно, хорошего понемножку. Идём дальше. Степ ваган 1,470. Штатное литьё. Обвес. Также бесключевой. Он закрытый. Ну, ладно, бокс ним. Степ ваганов у нас довольно много было в обзорах. Вот, бокс идёт попроще. Ой, новых, извиняюсь. Начинка одна и та же у этих автомобилей. Тоже полно... Ну, в принципе, вот это все автомобили полноценные. Микроавтобусы. Это вообще VXB-шный. Показано так. Какие-то здесь все модные автомобили у нас стоят. Вот, пожалуйста. То же самое, да? Сиденья прячутся вбок. Вот сейчас здесь три ряда сидений. Вот такого. Объёмом багажное отделение. Плюс, плюс. О, здесь есть монитор. Плюс, немаловажно, да? А третий ряд сидений, здесь он, ребят, полноценно идёт. То есть, места тут будет достаточно. Попытаюсь вам продемонстрировать. Хотя, опять снимаю на телефон. Наверное, продемонстрировать не получится. Ну, хотя бы примерно, да? Чтобы было понимание. Оп. Можно отрегулировать. Вполне удобно. Монитор, телевизор. Подстаканники, они немного вот внизу вот так спрятаны. Всё, больше, больше. В принципе, здесь ничего такого нет. Есть подсветка. Ну, естественно. Естественно, обдув. Да, да, да. Приходится развиваться. Потому что автомобили очень чистые. Пробег 115 тысяч указан на одометре. Ну, такие пробеги не крутят. Обычно, если пробеги крутят, там скручивают до 50, до 70 тысяч. Один семьсот девяносто. Восемнадцатый год. Четыре балла. Есть всё. Несмотря на то, что машины все балльные, аукционные, ее нужно проверять. Бывает такое, что есть несоответствие с аукционным листом. Продавец покупает автомобиль. Четыре балла. 115 тысяч пробег. Кузовщина целая. Продавец покупает автомобиль. По листу, да. Но никто не застрахован, что в Японии что-то где-то кто-то не доглядел. Встречается такое, что машина действительно бальная. По аукциону, в переводе. Она вся целая. Есть и крашеные, и мененные. И даже шпаклеванные детали. Вы покупаете, как бы не конфетку, да, там, за пять рублей. Проверяйте автомобили перед покупкой. Esquire. Один пятьсот шестьдесят. Пятнадцатый год. Два литра. Регистратор установлен. Бонус такой. Аукцион EUSS. Блин, бумага такая. Выцветают они. Ну, здесь просматриваются. Четыре балла. Пробег сто... Не вижу ли. Сто двадцать пять или сто пятьдесят пять тысяч. Посмотрим на одометре. Вижу, глонасс установлен. Подогревы есть. Хорошая комплектация у него. Тоже с монитором. Поручни. Как раз в багажнике что-то лежит. Штатное литье. Летняя резина у него. Круиз есть. Да, сто двадцать пять тысяч пробег. Пятнадцатый год. Напоминаю, два литра. Один пятьсот шестьдесят. Следующий. Семнадцатый. Два литра. Четыре балла. Один семьсот шестьдесят. Смотрите, наверху еще сколько автобусов. Двери такие массивные у них. Мне нравится, как стопари светятся в темное время суток. Не в темном, а даже в сумерках. Эсквайр беленький. Один шестьсот пятьдесят пятнадцатый год. Видите, да, как сиденье заднее? Не заднее заднее, а второй ряд сидений сдвинут. То есть, какое расстояние до передних кресел, да? То есть, можно вообще смело вот так вот вытянуть ноги. Прям смело. Сидушку можно наклонить. Ну, реально тут можно спать, ребят. Вообще не вопрос как. И смотрите. Столик у нас есть, да? Только с левой стороны. Не подставка для ног, а столик. Пяточка вторая. Снизу у нас два USB-выхода. Круиз. Так, ну, наверное, хватит на сегодня. Минут на пятнадцать. Пишите в комментариях. Хотите продолжение? Будет продолжение. Вообще в планах сделать, знаете, пойти с начала авторынка и пройти по всем, по всем стоянкам. То есть, не пропустить ни одной стоянки. Я хочу это сделать в этом месяце. Главное, сканер не забудь. Нравится мне вот этот автомобиль. Давайте будем заканчивать. Чему понравилось? Лайк, дизлайк, комментарий и подписка на канал. Всем пока, друзья. Всем хорошего настроения.